Я хочу подчеркнуть, что в стадию полового развития по танеру входит для девочек только два компонента. Это степень развития молочных желез и степень полового оволосения. Если мы хотим подчеркнуть, и подчас это бывает важно для разных патологий, наличие акселярного оволосения или еще какие-то признаки, признаки верилизации, то мы всегда пишем это отдельно. Мы оцениваем стадию полового развития, развитие молочных желез такое-то, половое оволосение такое-то, а дальше через запятую пишем, имеется акселярное оволосение такой-то стадии. Что касается мальчиков, то два тоже признака входят, это размеры полового члена и опять же половое оволосение, но у мальчиков гонады находятся на периферии, и это нам очень помогает в оценке полового развития, мы можем оценить объем гонад. Тоже указывается размеры тестикул всегда, но это не характеристика стадии полового развития по тонуру, а через запятую. Дальше через запятую мы можем указать опять же наличие того же акселярного оволосения или наличие мутации голоса, что хотим, но это не входит в стандартную классификацию. Чтобы говорить о том, какая же сроки, потому что для полового развития очень важно оценить не только степень, но и соответствие этой степени полового развития сроком. Вовремя наступает половое развитие, раньше, позже, соответствует ли оно возрасту. Для того, чтобы говорить об этом, мы должны вспомнить о том, как в норме протекает активация всей половой системы, которая запускается из центральной нервной системы, и какова роль надпочечников, которые тоже производят половые стероиды, какую роль несут они в формировании нормального полового развития. И мы помним, что внутриутробно у нас у мальчиков активно функционируют гонады, активно производятся мужские половые гормоны, которые обеспечивают вирилизацию наружных половых органов. К моменту рождения вся активность этой системы падает, снижается уровень как гонадотропных гормонов и уровень тестостерона. Но потом в скорости, начиная где-то с одного месяца, происходит реактивация всей системы, опять происходит повышение уровня гонадотропных гормонов у мальчиков в основном, это ЛГ, у девочек в основном ФСГ. И у мальчиков происходит активный синтез половых стероидов. У девочки синтеза половых стероидов в этом возрасте не происходит высокого уровня. Различаются сроки. Это период, так называемый период мини-пубертата. Различаются в зависимости от пола и сроки этого процесса. Если у мальчиков максимум приходится где-то на 3 месяца, то у девочек, и к 6 месяцам мы видим, в общем, стихание этого процесса, то у девочек этот процесс растянут во времени, где-то до 1,5-2 лет в норме он может протекать. И потом опять наступает пауза, длительная пауза период детства, когда система неактивна и половые стероиды не секретируются. Дальше начинает функционировать сетчатая зона коры надпочечников. По разным данным некоторые авторы считают, что она активируется с раннего детства и постепенно, и к 6 годам мы просто можем уже видеть в крови периферический уровень ДГА сульфата как маркера сетчатой зоны стероидов. Другие авторы считают, что до 6 лет идет пауза, нет синтеза стероидов в сетчатой зоне коры надпочечников. В любом случае к 6 годам появляется уже значимый уровень ДГА в крови, и граница этого диапазона от 6 до 9 лет. И только потом уже включается гонадостат, включается сначала релизинг гормоны, синтезируются гонадотропины, и они активируют уже гонады. Это важный момент, потому что мы с вами привыкли, что у девочек сначала идет развитие молочных желез. Хотя мы знаем, что за половое оволосение и инициацию полового оволосения отвечают именно надпочечниковые стероиды, которые раньше, чем гонады, по срокам действия включают свою работу. Почему мы видим все-таки в норме сначала молочные железы, потом оволосение? Нет уровень ДГА сульфата в возрасте до 8 лет, до начала телархии. Он значимый, но, видимо, он недостаточный для того, чтобы уже вызвать половое оволосение. С одной стороны, мы говорим о дренархии, это уровень надпочечниковых андрогенов, а о пубархии это тогда, когда мы уже видим половое оволосение. И в норме это наступает у девочек позже, чем в развитии молочных желез. То же самое у мальчиков. Мы привыкли, что начало пубертата все-таки начинается с увеличения биомотостикул, потом только появляется половое оволосение. Та же самая причина. Но надо сказать, что часть детей имеет неправильный порядок наступления пубертата. Это не есть патология, потому что до 10% мальчиков и девочек вступают в пубертат с пубархи. Видимо, это разная чувствительность периферических тканей, к тому же самому уровню надпочечниковых андрогенов. Что такое мини-пубертат, какова его физиологическая роль? Мы не знаем достоверно. И мы не имеем даже с вами, наверное, клинических каких-то заболеваний, которые бы отражали только роль мини-пубертата. Но мы точно с вами знаем, что если к моменту рождения 10% мальчиков имеют неопущенные тестикулы, то после прохождения мини-пубертата к году этот процент снижается до 1. И именно это подтверждает тот факт, что именно в опущении яичек тестостерон мини-пубертатный играет свою роль. С другой стороны, мы можем говорить с вами про девочек. Вот это состояние изолированного телархи, которое тоже, наверное, является в какой-то степени физиологическим, поскольку большой процент девочек имеют его на 1-2 году жизни, наверное, это тоже проявление мини-пубертата. Но какова физиологическая роль его, мы с вами, к сожалению, на сегодняшний день не знаем. Дальше у нас наступает период детства, и вся патология с половой системой, которая в этот момент может быть нами диагностирована и может быть выявлена у ребенка, это преждевременное половое развитие. Что мы называем преждевременным половым развитием, когда вторичные половые признаки появляются у девочек до 8 лет, у мальчиков до 9 лет. Надо помнить, что помимо вторичных половых признаков, половые гормоны могут еще себя проявить следующим образом. Воздействие на рост и воздействие на степень костного созревания. Как мы пытаемся отличить условно-физиологические состояния от патологических? Мы знаем, что чтобы оценить уровень половых гормонов и длительность их присутствия у ребенка, мы определяем всегда его рост и костный возраст. Длительное присутствие половых стероидов вызывает и ускорение роста, и ускорение костного возраста. Условно-преждевременное половое развитие можно разделить на три большие группы. Для педиатров важнее всего выделение условно-физиологического состояния, изолированной ателлархии, изолированной адренархии, которые не требуют вмешательства, не требуют коррекции. Две другие группы – это уже эндокринологические заболевания, которые требуют соответствующего лечения. Гонадотропин – зависимое преждевременное половое развитие, когда активация всей половой системы происходит из центральной нервной системы, активизируется гипоталямус, гипофиз и только потом гонады. И гонадотропин – независимая форма, когда половые стероиды секреентируются либо гонадами, либо надпочечниками без соответствующей стимуляции из центральной нервной системы. Я хочу остановиться на дифференциально-диагностическом методе, который позволяет нам выделить изолированную ателлархию, та форма, которая чаще всего бывает у девочек, и больше всего к педиатрам приходят именно девочки маленького возраста с увеличенными молочными железами. От все-таки того состояния, когда это действительно преждевременное половое развитие, того состояния, которое требует назначения терапии. И вот здесь я, наверное, могу говорить о золотом стандарте, поскольку это единственное, что достоверно нам позволяет дифференцировать два этих состояний. Это пробы с аналогами гонадотропин-релизинг гормона, которая показывает нам активность системы гипоталямус, гипофиз, гонады. Если после введения аналогов гонадотропин-релизинг гормона у девочек происходит выброс ЛГ, это все-таки преждевременное половое развитие. Если происходит недостаточный выброс ЛГ, а преобладает ФСГ, это изолированная ателлархия. Ну и дальше я хотела бы немножко продемонстрировать это на клинических примерах. Это девочка двух лет одного месяца, у которой с самого раннего возраста, практически с рождения, отмечается увеличение молочных желез. Оно прогрессирует с возрастом, и вы видите, что довольно значимая степень увеличения молочных желез у этого ребенка. Но при этом девочка не опережает в росте, ее рост соответствует ее возрасту. И нету опережения костного возраста, значимого больше двух лет, от паспортного. Что делает более вероятным в этом случае как раз вот это относительно физиологическое состояние, изолированная ателлархия. Но все-таки мы, учитывая степень увеличения молочных желез и костный возраст, мы проводим данному ребенку пробу с аналогами ганат, тропин, релизин, гормоны. Мы видим повышение ЛГ, но при этом повышение ФСГ значительно преобладает. Что и позволяет нам в данном случае говорить о том, что это изолированная ателлархия. А вот следующая девочка, которая обследовалась нами примерно в этом же возрасте, и которая тоже имеет увеличение молочных желез, ну, здесь попозже родители заметили где-то в возрасте года, но мы при этом видим значимое ускорение ее роста. Ее рост опережает больше, чем на два стандартных отклонения, и тот рост, который она должна иметь в данном возрасте. И мы видим опережение костного возраста. В два года костный возраст соответствует 3,5 годам. И здесь у нас уже значительно больше настороженности в отношении этого ребенка. Мы проводим ту же пробу с аналогами ганат, тропин, релизин, гормоны. И мы видим, что здесь как раз максимальное повышение идет уровня ЛГ. И здесь мы говорим о том, что это ганат, тропин, зависимое преждевременное половое развитие. В таком случае нам обязательно необходимо проведение магнитно-резонансной томографии, потому что мы знаем, что ганат, тропин, зависимое преждевременное половое развитие в этом возрасте может быть проявлением объемных образований центральной нервной системы. Я хотела бы показать результаты ультразвукового обследования яичников, размера матки у девочек в этом возрасте. При изолированном телархе и при начале гонадотропин преждевременного полового развития мы можем не увидеть достоверной разницы в этих показателях. Что касается мальчиков, то здесь аналогичная ситуация. Мальчик 4,5 лет, который обратился именно в этом возрасте, из-за того, что с 3,5 лет у мальчика отмечено лобковое оволосение. Что касается мальчиков, они всегда значительно позже попадают на прием и к педиатру, и к эндокринологу по поводу преждевременного полового развития, потому что увеличение молочных желез у девочек видно сразу. У мальчиков небольшое увеличение размеров полового члена обычно не вызывает беспокойства у родителей, не ведет их к доктору, и только появление оволосения заставляет обратиться к педиатру или эндокринологу. И вот в возрасте 4,5 лет у этого ребенка вы видите значимое опережение роста. Родители говорят, что высокие темпы роста отмечались практически с первых месяцев жизни. Но костный возраст в его 4,5 года соответствует уже 12 годам. И степень увеличения объема яичек вы видите 12 мл. Если допубертатные мы считаем до 3 мл, то 12 – это уже хорошая середина пубертата. Та же проба позволяет нам диагностировать у мальчика гонадотропинзависимое преждевременное половое развитие. И вот в данном случае при проведении магниторезонансной томографии мы видим гипотелемическую гомортому, которая часто вызывает с раннего возраста преждевременное половое развитие. Это примерно такая же ситуация. В возрасте 4,5 лет мы видим мальчика, который имеет высокий рост и который имеет преждевременное половое оволосение. Значимое опережение роста, как и в предыдущем случае. И примерно такое же опережение костного возраста. Единственное различие – это в объеме яичек. Если у того мальчика при той же степени полового развития отмечалось уже 12 объем тестикул, то в данном случае это допубертатные яички, которые соответствуют 2 мл. Проба показывает отсутствие активности гонадотропин, гипоталямус гипофиз гонадной системы. Но здесь мы видим высокий уровень тестостерона, в основном за счет надпочечниковых андрогенов. Повышение 17-гидроксипрогестерона позволяет однозначно поставить этому ребенку диагноз врожденной дисфункции коронадпочечников и назначить уже ту терапию, которая необходима для данной формы преждевременного полового развития. А это девочка, которая имеет преждевременное половое овлосение и небольшое было тоже увеличение молочных желез. Лобковое овлосение родители заметили в возрасте полутора лет. Мы видим, что в данном случае нет опережения роста, есть гипотрофия. Костный возраст не сильно опережает паспортный, но степень овлосения довольно значительная. И здесь мы видим уровни андрогенов, которые вызвали. Это экстремально высокий уровень дигидроэпиандростерона сульфат, что всегда нас беспокоит. И здесь следующим диагностическим этапом, конечно, будет ультразвуковая или компьютерная визуализация надпочечников, которая позволила выявить объемное образование. И у данной девочки гистологически потом был установлен адренокартикальный рак. А вот девочка тоже с половым овлосением, но которая появилась несколько позже, в возрасте 3,5 лет. И вот у этой девочки одновременно с половым овлосением было отмечено ускорение темпов роста. Ее рост выше средней величины, стандартное отклонение 2,2. Опережение костного возраста отмечалось у этого ребенка и гипертрофия клитра, одновременно с появлением полового овлосения. Ну и здесь вы видите базальный уровень 17-гидроксипрогестерона тоже, соответственно, позволяет поставить диагноз врожденной дисфункции коронатпочечников, который подтверждается молекулярно-генетическим исследованием. Я не буду останавливаться на лечении этих заболеваний, поскольку все-таки это удел уже эндокринологов, а не педиатров. Я только скажу, что если для ганатотерапинозависимого преждевременного полового развития на сегодняшний день у нас есть единая группа препаратов, в которой мы видим хорошую эффективность, то для лечения ганатотерапинозависимых форм не все так просто. И если врожденную дисфункцию коронатпочечников мы лечим, естественно, для объемных образований это хирургическое лечение, то вот эти периферические формы, такие как синдром Маккинол-Брайта-Брайцева или теста токсикоз, они не имеют на сегодняшний день, в общем, единой эффективной схемы терапии. Дальше мы должны с вами, прошли период детства, когда у нас выявилась определенная проблема с преждевременным половым развитием, а дальше ребенок вступает в пубертат. И вот как определить те границы, когда это все-таки физиология, или когда речь идет о задержке темпов полового развития, или речь идет все-таки уже о патологии, речь идет о гипогонодизме. Есть критерии, которыми мы пользуемся. Мы считаем, что отсутствие увеличения молочных желез у девочки до 12,5-13 лет, это уже мы можем говорить о гипогонодизме, у мальчиков увеличение объема тестикул, если оно не наступает после 13,5 лет, мы тоже, в общем, ведем речь о гипогонодизме. Хотела оговориться, что есть второй признак «или». Это если половое развитие началось, но в течение двух лет мы не отмечаем прогрессии полового развития, поскольку бывают приобретенные формы гипогонодизма, поскольку бывают парциальные формы гипогонодизма, мы не должны забывать об этом втором критерии тоже. Я хочу напомнить, что очень широкий диапазон нормальных сроков наступления пубертата. Мы видим, что увеличение размера тестикул у мальчиков может начинаться в 10 лет, это нормально, а может начинаться в 13,5 лет, это тоже будет вариантом нормы. Надо не забывать, что нормальная темпа полового развития у мальчиков – это все-таки сначала увеличение объема тестикул, а потом появление полового волосения. И вот этот ростовой скачок, который ассоциирован с половыми гормонами, у некоторых мальчиков приходится на вторую стадию полового развития по тануру, а у некоторых не наступает до четвертой. То же самое и у девочек. Мы видим, что начало молочных желез, то, что после 8 лет – это уже нормальное течение пубертата, но то, что их нет до 13 лет – это тоже может быть вариантом норм. Мы также выделяем три большие группы как в преждевременном половом развитии, так и по тому же механизму в задержке полового развития. И опять же, самая многочисленная группа и самая важная для педиатров – это выделить конституциональные варианты задержки полового развития, которые не требуют терапии, как правило, а которые требуют просто динамического наблюдения, отличить их от гипогонадизма. Гипогонадизм мы тоже делим на две большие группы – гипогонадотропный гипогонадизм и гипергонадотропный. Проблема в отсутствии полового развития лежит на центральной нервной системе – это гипоталямус гипофиз, или это виноваты гонады, и в ответ на это происходит увеличение секреции гонадотропинов. Даже название у нас на первом этапе позволяет выделить тот гормональный критерий, который мы будем определять. Если мы видим ребенка с отсутствием полового развития в те сроки, когда уже оно должно быть, то мы, наверное, все-таки с вами… Первый из гормональных показателей, что мы делаем, это мы определяем уровень гонадотропинов, которые позволяют… высокий уровень гонадотропинов позволяет нам сразу выделить вот эту группу гипергонадотропного гипогонадизма. А что касается низкого уровня гонадотропинов, то вот тут и начинаются основные сложности. В дифференциальной диагностике между относительно физиологическими вариантами, конституциональной задержкой полового развития и гипогонадотропным гипогонадизмом. И здесь опять нам помогает, в общем, та же проба с аналогами гонадотропин-релизин-гормона. Здесь уже, правда, немножечко другие варианты интерпретации. То есть повышение ЛГ, выброса ЛГ на этой пробе выше 10 единиц на литр позволяет нам говорить о том, что система активна, она сможет работать, и мы говорим о каких-то физиологических вариантах конституциональной задержки пубертата. Если выброса гонадотропинов ЛГ не происходит, то речь идет о гипогонадотропном гипогонадизме. Здесь только один момент. К нам приходят детишки, мальчики 14 лет, девочки 13 лет с отсутствием полового развития, но и с задержкой роста бывает. И тут очень важно, что данная проба будет эффективна только при костном возрасте, соответствующем уже пубертатным значениям. Для мальчиков это 13 лет, для девочек это 11 лет. Если мы будем проводить данную пробу при меньшем костном возрасте, мы не получим адекватного выброса гонадотропинов, но не вследствие того, что система повреждена, вследствие того, что при данном костном возрасте она еще не активировалась. Ну и опять же я хотела продемонстрировать это тоже несколькими клиническими примерами. Это самый частый вариант, мальчик 15 лет, который приходит с жалобами на низкий рост и на отсутствие полового развития. Темпы роста отмечаются довольно низкие с раннего возраста, и вы видите, что ростовая кривая идет до пубертатного возраста, чуть ниже нижней границы нормы, а максимальное отставание происходит именно в период пубертата, когда у других детей на фоне половых гормонов происходит ростовой скачок, а у этого ребенка сохраняются те же низкие темпы роста, но они не снижаются. Но за счет того, что все остальные увеличивают свою скорость роста, отставание от средней величины еще больше. Ну и какие же данные нам говорят о том, что, скорее всего, это физиологический вариант конституциональной задержки роста и пубертата? Конечно, во-первых, данные анамнеза, потому что у таких детей, как правило, это наследственные формы, и кто-то из родителей имел поздние сроки наступления пубертата. Во-вторых, мы видим, что отставание в росте соответствует биологическому возрасту ребенка. Степень полового развития соответствует тому росту, который у ребенка сейчас имеется, а не его паспортному возрасту. И когда мы определяем его костный возраст, он как раз соответствует той же величине. Вы видите, что у этого ребенка, которому 15 лет, рост соответствует 150 см, что минус 2,3 стандартных отклонения, и при этом его не указан. Костный возраст соответствует 13,5 годам. Для 13,5 лет 150 см – это нормальное значение роста. Допубертатный размер яичек, отсутствие вторичных половых признаков, и мы проводим ему ту же пробу с аналогами гонаттерапин-релизингормона. Повышение на пробе ЛГ больше 10 говорит о том, что это вариант физиологический, что мальчик вступит в кубертат, просто надо немножечко подождать. А вот другой вариант, когда в те же 15 лет жалобы на низкий рост и на отсутствие полового развития. Но здесь есть отягощенный анамнез. Мы знаем, что этот ребенок с двусторонним крипторхизмом, который получал по этому поводу лечение, на фоне чего хорианическим гонаттерапином, на фоне чего яички опустились в мошонку. И этот ребенок имеет еще довольно выраженное ожирение, получает лечение с помощью диетического питания. Мы видим примерно тоже чуть больше отклонения роста от средней величины. Мы видим значительный избыток веса из ДС индекса массы тела плюс 3. И те же допубертатные характеристики. Костный возраст ребенка соответствует 14 годам. Мы можем провести ему пробу с аналогами гонаттерапин, релизинг гормона. И вот в данном случае адекватного выброса гонаттерапинов мы не получаем. Сочетание задержки роста с ожирением, которое есть, с двусторонним крипторхизмом, и еще и указанием на мышечную гипотонию в анамнезе позволяет нам предположить диагноз, который впоследствии был подтвержден у этого ребенка. Это синдром Прадера-Вилли, который включает в себя гипогонадотропный гипогонатизм. Что же касается девочек, то значительно реже в этом возрасте девочки обращаются с отсутствием полового развития. И вот тут-то как раз вариант, когда вовремя у девочки было отмечено увеличение молочных желез. Но к возрасте 18 лет у девочки отсутствует менструация. И ее беспокоит низкий рост, с которым она и пришла к эндокринологу. Мы видим, что отклонения в росте значимые. 142 см в 18 лет девочка имеет. Но в стадии полового развития соответствует 3-4 эпатануру, что допустимо в этом возрасте. Костный возраст соответствует практически закрытой зоне роста. Совершенно нормальный уровень гонадотропинов. Но у этой девочки имеется сниженный уровень инсулиноподобного фактора роста. Мы проводим ей магнитно-резонансную томографию. И видим объемное образование в хиазмально-селярной области. Это краниофаренгиома. И у такой девочки мы можем говорить о том, что на фоне объемного образования, на фоне краниофаренгиома она имеет дефицит гормона роста, который привел ее к конечной низкорослости. И она имеет парциальный гипогонадотропный гипогонадизм, который привел к отсутствию менструации. Надо сказать, что после оперативного лечения краниофаренгиома эта девочка будет иметь помимо дефицита гормона роста и помимо гипогонадизма, и все остальные составляющие гипогонадизма тоже. Вернее, эта девочка имела. Та же самая ситуация, когда в возрасте 15 лет девочка обращается с жалобами на низкий рост и задержку полового развития. Тоже у девочки имелось начальный рост молочных желез. Но к менструации дело не подошло к 15 годам. Более значимое отклонение по росту от средней величины. Мы видим, что в 15 лет это всего лишь 133 см. И стадия полового развития соответствует второй и третий по классификации Танера. Костный возраст соответствует 12,5 годам. И вот тут гонадотропины позволяют нам сразу говорить о том, что мы имеем вариант гипергонадотропного гипогонадизма. И как самая частая причина, это, конечно, синдром Шерешевского-Тернера. В данном случае это мозаичный вариант, что и позволило начать девочке какой-то свой спонтанный пубертат с увеличением молочных желез. Другая ситуация, когда девочка приходит уже хорошего роста, хорошего телосложения с достаточно сформированными вторичными половыми признаками в виде молочных желез, довольно соскудным половым оволосением, приходит с жалобами на отсутствие менструации. И здесь мы видим, что по результатам ультразвукового исследования мы сразу не видим матку. Два варианта, наверное, у нас могут быть. Это либо синдром Ракитанского, который приведет в данном случае к отсутствию визуализации. Но здесь мы определяем гонадотропину и видим значительное повышение уровня ЛГ. Но при этом мы видим огромные цифры тестостерона, которые не видны на данном ребенке. И здесь, опять же, кариотипирование позволяет нам поставить правильный диагноз. При кариотипе 46XY к такому уровню тестостерона, который мы не видим клинически, это синдром резистентности к андрогенам. Ну и, наверное, последний клинический пример – мальчик, который, опять же, начал какое-то половое развитие. Вы видите, что стадия полового развития по танру соответствует двойке. Яички уже пубертатного, ну, начало пубертата 8 мл, больше, чем 3. Пришел с жалобами на недостаточный темпы полового развития, маленький размер полового члена яичек и увеличение молочных желез гинекомастия. И, опять же, гонадотропины, которые были определены, позволяют говорить о гипергонадотропном гипогонадизме. А для мальчиков, если для девочек самая частая причина – это Шерешевский тернер, то для мальчиков это синдром Клинфильтра. Опять же, кариотип позволяет нам поставить правильный диагноз. На лечении тоже это заместительная терапия, которая необходима для гипогонадизма. И вот тут можно говорить о том, что иногда нам требуется назначение лечения при вот этой условно-физиологическом варианте конституциональной задержки роста и пубертата. Назначение короткого курса половых стероидов в небольшой дозе позволяет подтолкнуть начало пубертата. И в основном мы тем самым решаем только психологические проблемы этого ребенка. Мы не увеличиваем его конечный рост, как правило. Мы не меняем половое развитие, оно пришло бы и само без всякого лечения. Но мы оказываем психологическую помощь, которая иногда для подростков бывает очень необходима. Спасибо за внимание, я готова ответить на вопросы. Продолжение следует...